Привет, привет, привет! С вами Таня Генерал и это канал Субъективно об Америке. Покажу вам сегодня небольшой домик по очень сходной цене, по меткому выражению риэлтора, который пригласил меня сегодня этот дом посмотреть и позволил сделать здесь съемки. Они здесь этот дом называют базовым или домом, очень хорошо подходящим для покупки первого дома. Что в это понятие вкладывается и что в Америке под этим подразумевается, мы спросим у риэлтора из первых рук, у специалиста, как говорится. А моя задача просто показать вам все вокруг, из чего дом состоит, что он из себя представляет. Но самое, конечно же, главное, самое критичное и принципиальное, это цена. Дом стоит 175 тысяч долларов. На сегодняшний день, февраль 2017 года, в доме две ванны и четыре спальни, он одноэтажный. Расположен он на севере Хьюстона, в таком, скажем, не самом зачуханном и бедном районе, но и, судя по машинам на улице, судя по состоянию домов и не самым роскошным. Что за школьный район, к какому школьному району этот дом относится, это мы с вами посмотрим в документации, которая лежит внутри. Вот так вот выглядит снаружи. Гараж на две машины, одноэтажный домик, вполне себе милый и пристойный. Обратите внимание, что фронт-ярд, как это здесь называется, то есть лицевая часть дома, достаточно хорошо проработана. Здесь уже есть какая-то задумка и общий дизайн. Видно, что растения пострадали, страшные морозы были в Хьюстоне в этом году, но, тем не менее, это не просто трава, а какая-то задумка, какие-то кусты, трава, растения. И все это при небольшом уходе и при небольших добавках может снова выглядеть хорошо. Это большой плюс, потому что уход за всеми этими задними и передними дворами это достаточно большой труд, достаточно большая головная боль, не сказать больше, и достаточно большие деньги. То есть, въезжая в такой дом, вы можете, в принципе, своими силами немножечко подчипурить свой передний двор и задний двор, и у вас уже все готово для жилья. Наверное, это тоже большой плюс в таком вот базовом доме. Входим в дом. Ну, это мы входим с центрального входа. Мало кто здесь входит с центрального входа. Здесь у нас сразу formal living room, formal dining room. Стив. Окей. Ну, вот такая, короче, комната. Скорее всего, да, столовая, предположительно. Может быть и нет. Ну, можно здесь делать все, что угодно. Что бы я здесь делала? Я бы здесь сделала свой офис, поставила бы свои освещения, свои бэкграунды, снимала бы здесь свои тренинги, лебинары, видосы и все остальное. И на противоположной стороне. Вот здесь, наверное, столовая, так как совершенно логично. Она сообщается, она сообщается, сообщается она, она сообщается с кухней. Пойдемте посмотрим кухню. Но, если вы делаете это, то есть, что угодно. Но для первых покупателей... Первое, что это? Они имеют какие-то бэкграции? Ну, они не имеют бэкграции, но большинство первых покупателей покупают, используя программы, называемые ФХА. Это программы с правильным государством. Они только должны подать... Они могут купить дома для свободы? Нет. Даже если... А пакет laughter. Таким образом, просто трёхл Thinkpspspspspspsпспps. То есть, работа lindo, что медско restaurает 2,5 perception. кто бы был икор, кто бы попал за это программ? просто нищего нищего, нищего, нищего мексикана? нет, ни американца – это конечно, что если вы не уходите в линию карту, то вы найти не могли бы купить дома есть некоторые программы, если кто-то не имеет, чуть ли нет, но ненавиды будут делать это но очень мало, очень мало. Таким образом, в программе ФХА, если у вас молодой мужа, новой женой, молодой ребенок, которые получают много денег, то сложно заработать 6%, я имею в виду 3%, 3.5%. Я имею в виду, чем заработать 10% или 20%. Есть ли у нас годы? Нет. Какая-то старая женщина, которая приехала 4 лет назад, может эта женщина была для вед 스타일? Нет, это не для мужей, не подумайте об счет семьи. Яokusею, что здесь помимо жителям этого, какая тоже вкладка предложила его Stück, не важно, кто это найти. Young, old, family, no family. A gentleman I showed it to yesterday, he's divorced with a daughter. It's just the two of them. But the thing is, is that a house that has fewer than three bedrooms is harder to sell. Why so? Because most of your buyers are going to be families or people that want three bedrooms. A two-bedroom house is the toughest sale out there. It's not two bedrooms, how do you count it? It's a three bedroom, that's why this appeals to people, because it's got three bedrooms. And how about school district? Apparently this is a really good school district. And how about neighborhood itself? The people that just left live here and they said it's very secure. Secure, okay, thank you. A living room. Вполне себе. Мне опять же нравится вот этот высокий потолок. Он недостаточно высокий, чтобы быть привлекательным для меня, например. Мало света. Мало мне света здесь, а вам? Ну и самое главное, кухня. С таким вот дизайнерским решением. Как минимум не пластик уже, счастье. С таким вот дизайнерским решением. Как минимум. Как минимум не пластик уже. Что Olympicレaqu course costs? еще одна маленькая помещеница это типа такая столовая такая столовая для своих или за барной стойкой быстро что-то поесть или здесь поставить на столе и быстренько все поесть взгляд еще с этой перспективы на кухню в общем очень запутанный дизайн надо признаться что скажете вот это вот вообще непорядок склад для хранилища добра на кухне всего вот такой вы смеетесь вы издеваетесь на такую огромную семью еще всего вот такой вот маленький складик непорядок никогда они этот дом не продадут спальня хозяев или как ее еще называют мастер-бедром не знаю сколько стороны вам ее показать ну такая спальня думаю что кровать у них стояла вот здесь вот туда мастер то есть хозяйская ванна привет это я я сегодня с вами ну скажем так конечно такое все простенькая весьма ой боже ж ты мой ванна то полтора метра максимум скромно очень скромно и душевая кабина привет душевая кабина да не разгуляешься особо гардероб 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 для мистера и для миссис ты не ду 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 всякие вот такие стройные штуки конечно очень ценю но здесь бывает гораздо более интересные решения для гардероба такой гардероб как вам получше показать его размер такой вот гардероб ну и еще раз спальня с этой стороны большой плюс то что потолок хотя бы вот так вот выведен и похоже и на крышку гроба изнутри но тем не менее если бы он был по высоте как только высота стены было бы низко это мне все время не хватает в таких стандартных американских домах потолки низкие очень это гостевые спальни или спальни для детей или для кого угодно но это вообще вообще ужас летящий на крыльях ночи просто просто вот я уже вошла и вот я уже практически уперлась в противоположную стену во-первых во вторых то самое о чем я вам говорила в мастер-бедром потолок вот он низкий вот такой и вот так вот все тесненько и узенько и маленько у меня спальня больше моей маленькой квартирки гардеробчик нормально в гардеробчики гардеробчик почти размером со спальню я приехала и за мной приехала сразу толпа людей знаете такой эффект не было никого припарковалась одна машина и всем сразу стало нужно но я надеюсь найдем время у риэлтора проспрашивать про эти штуки вторая спальня такая же маленькая боже мой какие же ужасные окна окна ужасные вообще просто ужасные такая же маленькая абсолютно зеркальная дурацкий этот ковер на полу нет однозначно не берем что думаете так вот выглядываете просыпаетесь вы выглядываете утром в окно у вас там пальма и забор конечно же эти двое они остались без собственной ванны как они и будут делить не знаю как-то наверное будут делить ванна вот такая малюсенькая полтора наверно максимум метра то и метр двадцать вот такая вот очень скромная скучно господа а тут у нас то что хозяева дома в описании дома назвали санрум то есть комната с открытыми стенами куда может проникать солнце как говорится в условиях жизни в техасе солнце на больно сильно не нужно поэтому здесь скорее навес от солнца и защита от насекомых то есть здесь вот сеточки у нас на стенах это достаточно существенный фактор потому что несколько месяцев в году очень много комаров бывает в техасе ну и разной другой живности тропики же у нас тут почти такая санрум или крытое патио как хотите это называйте состояние дома немножко странное то есть люди жили жили наводили порядок потом решили не давать не доведя все до конца решили да ну его надоело именно так это ощущается что у нас на заднем дворе вот тоже ощущается что делали-делали задумки были большие очень и богатые но так руки до конца ни до чего не дошли вот здесь вот такой вот странный навес достаточно темный не очень понятен его смысл его цель то есть однозначно идея какая-то была и видно что создание дизайна заднего двора были какие-то мысли не просто откуда попала взятые элементы какие-то вот видите тут исторические ценности но потом не стало то ли денег то ли сил то ли желание не всегда интересно что стоит за историей таких домов что-то же произошло что они перестали лелеять и холить свой дом и не продолжили этот проект а просто продали его наверняка за этим таится какая-нибудь трагическая история для меня большой плюс на этом заднем дворе то что здесь уже есть достаточно много растений и создан вот такой вот минимальный ландшафт как видите куски которые из камня куски которые из плитки и куски отсыпанные гравии это уже интереснее чем просто трава помните был у нас такой дом дом простого американского рабочего и на заднем дворе была просто трава больше ничего здесь какие-то растения здесь какой-то какая-то структура минимальная создана растение конечно требует ухода одна это пальма чего стоит заросшая не знаю что но тем не менее они есть и если там их привести в порядок то задний двор вполне терпимый в прошлом видео жаловались что я не показала гараж мы пойдемте обычно кстати они все домой ходят через гараж большинстве случаев вот гараж вот гараж в силу того что они сейчас переезжают и здесь доме идет ремонт он конечно завален я уверенна что в новым хозяевам все уберут и освободят от этого добрище ну вот такой вот гараж гараж как гараж еще кто-то приехал ну блин я устроила сегодня стивену столпотворение вот такой вот домик действительно очень простенький очень базовый действительно можно заезжать и жить я теперь понимаю почему они называют вот это вот таким базовым домом и годным для всех подряд и как первый дом он очень хорош но все-таки надо признаться для меня он как-то и простоват и темноват и скучноват ну цена черт побери хорошая и особенно с учетом информации которую преподнес мне стивен о том что оказывается те кто покупать дом первый раз могут рассчитывать на участие в этой программе где down payment составляет всего лишь 3.5 процента это достаточно интересно но наверное чтобы участвовать в этой программе не мы мне обязательно покупать какой попало дом можно купить именно тот дом который нравится поделитесь вашим мнением в комментариях что думаете по поводу дома переднего двора заднего двора состояние комнат гардероба кухни гаража всегда интересно послушать кто что думает я уже здесь как бы живу уже почти четыре года я к некоторым вещам привыкла что вам показалось странным что ненужным что неудобным как обычно встречаемся в комментариях всегда же приятно оттянуться и а пообсуждать чужой дом тем более что он теперь ничей мы никого не обидим никого не оскорбим спасибо вам что вы со мной далеко не уходите серия таких видео я надеюсь будет продолжаться время от времени я тоже выбираюсь посмотреть какие-то дома если есть какие-то у вас рекомендации и предпочтения как лучшие такие видео снимать тоже можно написать в комментариях я поехала дальше подпишитесь на мэйка на мой канал поставьте лайк и как обычно далеко не уходите впереди очень много интересного пока пока